Итоги уходящей среды Свет безопасности. В стране стартует акция «Внимание, дети!» К чему нужно быть готовым. Зелёный стоп-лист. Бобруйские леса закрыты для посещения. Во сколько обойдётся отдых на природе. А также государственные награды. Массовая уборка и собственное производство. В Беларуси будут выпускать медицинские перчатки. Кто раньше поставлял товар? Решительность, мужество и стойкость. Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим представителям силовых структур и службы безопасности президента. Награждены три десятка человек за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. Глава государства подчеркнул, эти люди были на острие в очень непростые для страны времена, но смогли выстоять. Однако расслабляться ещё рано. Всё только начинается. Ну, может быть, мы кого-то пропустили, не заметили. Всякое бывает. Жизнь сейчас сложная. Их надо найти, всех тех, кто был с нами на баррикадах. Кто стоял те августовские и сентябрьские дни, защищая нашу мирную жизнь. Даже если они сегодня убирают хлеб на комбайнах, уволившись из рядов вооружённых сил. Мы это сделаем. Но, как всегда в жизни бывает, те, кто рядом, их как-то не замечаешь. Кажется, что это так и должно быть. Так и должно быть. Те, кто рядом, те идут, не оглядываясь, выполняя приказ. Награды получили и гражданские за проявленную решительность и мужество в сложнейших условиях 2020-го. Всего в указе около 100 человек. Их по поручению Александра Лукашенко наградят в ближайшее время премьер-министр и госсекретарь Совбеза. Освещая путь, с 25 августа автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включённым ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. Главная цель – привлечь внимание маленьких пешеходов перед началом учебного года. Акция продлится до 5 сентября. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Переходить проезжую часть дороги необходимо только по пешеходному переходу. Если же вы передвигаетесь на велосипеде, то с велосипеда необходимо спешиваться и перекатывать его рядом с собой. А вообще движение на велосипеде детям до 14 лет без сопровождения взрослых по дорогам запрещено. В обновлённом ПДД, которое вступит в силу уже с октября, акция закрепится на постоянной основе. К слову, Госавтоинспекция в преддверии 1 сентября всегда обращает особое внимание на школьников. Возле учебных заведений можно заметить специальную разметку. Возьмите ребёнка за руку, призыв для родителей позаботиться о безопасности своего чада. Новый стандарт, популярное направление и временные неудобства. В стране будут недоступны некоторые операции с карточками Беларусьбанка. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первой в стране массовую уборку зерновых завершила Брестская область. Всего по Беларуси ещё предстоит обработать 10% площадей. Аграрий на пути к 8 миллиону тонн. Погода пока позволяет держать темпы. Паузы используют для ремонта техники. До конца августа компания должна завершиться. Такой срок обозначил президент. В стране утвердили стандарт дошкольного образования. Документ определяет основные составляющие процессы воспитания – идеологическое, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое, а также формирование навыков здорового образа жизни. Постановление вступит в силу с 1 сентября. В Республике 27 августа будут недоступны некоторые действия с карточками Беларусьбанка. В частности, перебои возможны с выдачей наличных через банкоматы и с операциями в устройствах самообслуживания. Стоит ждать сбоев и при бесконтактной оплате в магазинах, онлайн-сервисах и при использовании мобильного банкинга. В Беларуси запустили производство медицинских перчаток. В сутки две линии выпускают по 300 тысяч нетриловых и 200 латексных. Предприятие находится в Светлогорске. Сейчас продукция на стадии сертификации. Главная цель – импортозамещение. Раньше одноразовый товар закупали из Малайзии и Китая. Поток белорусских туристов в Россию за 2022-й увеличился в 3,5 раза. В списке популярных направлений не только Москва, Санкт-Петербург, но и регионы. К примеру, Тула и Владимир. Не так давно страны объявили о совместном проекте – семидневном автобусном туре. Сейчас между столицами без проблем можно передвигаться как на самолете, так и на поезде. Сменили зачетки на трудовые. Вот уже почти месяц молодые специалисты по всей Беларуси осваиваются на новом месте. Больше 60 тысяч ребят набираются опыта на предприятиях, больницах и школах. Поддерживает их как руководство, так и правительство. Обеспечивают жильем, достойной зарплатой, дополнительными выплатами и льготами. Роман Лысковец первых дней в Бобруйске ощутил протянутую руку. Молодому специалисту предоставили комнату в общежитии со всем необходимым – диваном, холодильником, столом и тумбами. Комфортное место для разработки своих уникальных идей. Работает парень во Дворце искусств, руководит народным хором ветеранов труда. Поступил в Государственный институт культуры и искусств. Проучился четыре года и закончил по классу дирижирования академический хор. Меня встретили хорошо. Я устраивал все первого августа на свой день рождения. Коллектив в виде этого поздравлял каждый день моего рождения. В обязанности входит распевание, разучивание репертуара, постановка, проработка. То есть, мы будем партиями учить и ставить программы номера. Распределение – не просто уверенность в первом трудоустройстве. Это возможность найти постоянное место работы с грамотным руководством и хорошим отношением без десятка собеседований. Отличный пример жизни Кристины Марковой. ЖКХ девушка отдала уже 9 лет. Начинала как простой мастер. Сейчас в статусе заместителя директора. Если человек приходит, который хочет учиться, который не просто пришел отсидеть свой рабочий день, чтобы его никто не видел и не слышал. Если человек хочет чему-то новому учиться, знать и помогать людям, как мы делаем в нашей работе, я думаю, что у всех возможен карьерный рост. Среди молодых специалистов есть и те, кто выбрал целевое направление. Шанс закрепиться на первом рабочем месте минимум на 5 лет. К примеру, в медколледже в этом году таких больше 50. Фельдшеры, помощники, врачи, акушеры и медсестры. Как отметил президент, это большая льгота. Политика государства обеспечит неравных возможностей. Процент трудоустроенных лиц бюджетной формы обучения за последние несколько лет не меняется и составляет 100%. Что касается географии нашего распределения, то, конечно, в первую очередь наш колледж закрывает потребности средних медицинских работников нашего региона Могилевского и города Бобруйска. Это порядка 74% выпускников. Остальные 26% трудятся в других регионах нашей страны. Приток кадров сейчас ощущают предприятия и организации по всей стране. Благодаря государственной поддержке свыше 60 тысяч выпускников устроились на работу. Молодые специалисты защищены законодательством, получают подъемные и единовременные пособия, если переехали в другой город. Плюс доплаты в зависимости от сферы деятельности. Многих обеспечивают жильем и всячески поддерживают. Можно рассчитывать и на льготный кредит. Все, чтобы каждый успешно реализовался на профессиональном пути. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Горионко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Угроза флория, фауня и жизни в Бобруйском районе ввели запрет на посещение лесов. Всего в стоп-листе 115 регионов. Штраф за нарушение до 384 рублей. Если массиву будет причинен ущерб, то сумма вырастет до 960. Предусмотрена и уголовная ответственность. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». При ограничении на посещение лесов допускаются лишь прогулки по лесу с целью, например, сбора грибов или ягод. Запрещается въезд в лесные массивы на механическом транспорте, разжигать костры и оставлять промасленную, к примеру, ветошь, которая способна самовоспламениться. При лесном запрете находиться в массиве категорически нельзя. В ведомстве отметили, специалисты готовы к возможным пожарам и уже перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Есть оснащение для быстрого реагирования и оперативного тушения, дроны, камеры и техника. Стабильные плюс 33 без дождей сохранятся по всей стране как минимум до конца недели. Красочный маршрут в Бобруйске впервые прошел велокарнавал. Больше сотни любителей экологичного транспорта собрались возле вечного огня. Велосипеды в стиле техно, космо и ретро. Участниками пробега стали учащиеся школ и колледжи города. И те, кому близок спортивный азарт и дух авантюризма. Организаторы праздника БРСМ и пионерия. Велокарнавал проводится в рамках республиканской межведомственной программы «Забота», которая проходит на территории города Бобруйска с целью пропаганды здорового образа жизни детей и молодежи, в том числе состоящих на различных видах учета. Мы с хорошим настроением, всем коллективом организовали такую поездку. Все свои спортивные велосипеды педагоги украсили в космической тематике, сами вырезали звезды, делали различные наклейки, чтобы соответствовать, и было все организовано. Жара и палящее солнце не испугали участников карнавала. Водители уступали дорогу двухколесному транспорту. Белоколонна проследовала по центральным улицам города и финишировала у Ледового дворца. Сразу после нас сирена. Мой коллега Максим Кембель с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok